Вот посмотрите, к чему приводит обезвоживание. Вот представьте себе, что вы просто не выпили в один из дней ту норму воды, которую вы должны выпить. Уменьшение количества воды до критического состояния. К чему это приведет? Первое. Произойдет сгущение крови. Это раз. И в средстве этого повысится артериальное давление, число сердечных сокращений, тахикардия разовьется. Раз тахикардия, то число дыхательных движений и уровень гемоглобина будет повышен. Почему нам не рекомендуют утром перед сдачей крови пить воду? Потому что тогда у всех будет гемоглобин нормальный. А если человек не пил с вечера воду, то мы можем выявить, насколько он у него повышен, насколько кровь густая. Гемоглобин переносит кислород. И соответственно, если мы не допьем воды, то уровень кислорода в клетке снизится иногда до критического уровня. С другой стороны, уменьшится количество мочи. То есть меньше пьем, меньше ходим в туалет. Если мы вымели менее полтора литра воды, значит мы выделим менее полтора литра мочи. И это будет уже очень серьезно. Что возникнет? Возникнет закисление. То есть с мочой мы удаляем из организма кислые вещества. Мы их не удалим. Повысится билирубин, сахар, лейкоциты, температура. Потому что когда организм испытывает интоксикацию собственными метаболическими ядами, естественно, он старается из этой ситуации выйти каким-то образом. Печень включается, почки включаются, иммунитет включается. И начинается как бы очищение организма. Происходит это в основном за счет болезни какой-то. Возникает критическая иногда интоксикация. Но если это все течет одновременно, одновременно снижается кислород и одновременно снижается уровень мочи и повышается плотность мочи, то клетки могут умирать. Вопрос, сколько критично? То есть если вы вообще три дня ничего не пили, то это будет смерть. Потому что на самом деле уровень упадет до критического. Хотя первое время организм будет сопротивляться. Дальше. Итак, есть ли в организме недостаток воды, к чему это приводит? Повышение артериального давления. Попейте тоже водички. Повышение числа сердечных сокращений, повышение гемоглобина, увеличение холестерина и кровь становится более густой и более жирной. Дальше. Закисление, повышение билирубина, повышение сахара, снижение количества воды в организме приводит к увеличению веса и закислению. И повышение давления, сердечных сокращений, дыхательных движений и гемоглобина. Дальше. Итак, моча. Не надо доводить ее до критического уровня. Качество мочи должно быть чистым. Моча должна быть желтая, прозрачная, без песка, без различных отравляющих веществ. У нее должна быть хорошая плотность, хороший удельный вес. В ней не должно быть ни лейкоцитов, ничего. Обезвоживание приводит сразу к нарушению количества мочи. Дальше. Продолжение следует.